Музей печати Музей принадлежит второй этаж, где и представлено типографское оборудование. Вообще у нас в городе больше такого оборудования на уровне музейного нельзя найти. Сегодня в музее печати находятся две больших экспозиции. Одна из них посвящена музыкальному салону доходного дома. Также здесь по фотографиям воссоздана редакция газеты, какой она была два века назад. Один из примечательных экспонатов – «Альманах. Весь Петербург», в котором содержались телефоны горожан и организации, а также реклама того времени. Кроме того, в музее хранятся оригиналы многих газет. Цензура была достаточно жесткой. Допустим, газета «Русь» не всегда выходила в печать. Дело в том, что даже отпечатанные газеты могли изыматься из-за того, что цензурный комитет не прошли и даже уничтожаться. Чтобы попасть в типографию, нужно перейти в отдельно пристроенное здание. Санкт-Петербург не зря называют городом-музеем. Здесь история соседствует с современностью в прямом смысле слова. Так и музей печати до сих пор располагается на одной лестничной клетке с обычными жилыми квартирами. Обстановка в типографском помещении до сих пор неизменна со времен основания. Этот же рисунок окон и храм, напольную плитку и колонны видели рабочие в XIX веке. Недавно в музее печати снимали исторический сериал «Троцкий». Причиной тому также стали аутентичные экспонаты. Печатный пресс, он 1853 года выпуска, то есть это самое старшее оборудование из-за того, что здесь присутствует в типографии. И на сегодняшний день он в рабочем состоянии. Музей печати регулярно делает выставки, проводит мастер-классы для детей, а также участвует во многих акциях. В этом году по единому билету сюда можно будет прийти, например, на ночь музеев. Но и в обычные дни осмотр экспозиции не ударит по кошельку. Цена билета всего 150 рублей.